В 1805 году Александр увлекается внешней политикой. Ему кажется, что в Европе происходят какие-то страшные потрясения, и он не может не принять участие в этом. Но действительно, Европу в это время сотрясали наполеоновские войны. И вот Александр решает, что Россия должна вмешаться. Россия заключает союз с Австрией. И в 1805 году Россия и Австрия сталкиваются с наполеоновскими войсками в знаменитой битве под Аустерлиц. Аустерлиц – это поражение, это черная страница в истории русской армии. Затем следующая его война – это 1806-1807 год. Россия заключает союз с Пруссией, опять-таки для борьбы против Наполеона. И опять неудача, опять неудача. Поражение под Фридландом, поражение под прессией Шейлау. И, наконец, убедившись в том, что он слабее Наполеона, что с Наполеона ему не одолеть, Александр начинает знаменитые переговоры в Тюльзите. Ну и результатом стал Тюльзитский мир, который заставлял Россию присоединиться к континентальной блокаде. То есть запрещал торговать с Англией, потому что для Наполеона самый страшный враг – это была Англия. Для Англии основа экономики – это флот, торговля. Поэтому вот таким ударом по Англии было присоединение России к континентальной блокаде. Во всяком случае, это был позор, потому что Наполеон продиктовал нам условия. Но международная обстановка становилась все более и более напряженной. Ясно было, что дело идет к войне между Россией и Наполеоном. И ясно было, что эта война будет решающей для судеб этих стран. Борисов Николай Сергеевич – доктор исторических наук. Профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19 века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. 27 июня 1812 года Наполеон форсирует Неман и начинается Отечественная война. У нас есть такое представление, что уходить вглубь России – это стратегия Кутузова. Действительно, Кутузов придерживался этого. Но это был не только Кутузов. Вы знаете, это было общее мнение. И Александр говорил, что я буду сражаться, даже если уйду в Татарию. В Арклайде Толе тоже самое говорил – надо уходить. Это была единственная возможная тактика. И вот началось это отступление, которое продолжалось вплоть до Бородинского поля. Ну и, наконец, грянуло Бородино. И вот второе, что здесь я бы отметил, что Бородинская битва требует, прежде всего, понимания действия полководца. Вот Наполеон говорил, что поле битвы – это шахматная доска полководца. И от того, как выбрано это поле, зависит талант полководца. Так вот, Кутузов блестяще выбрал место для битвы. Он искал это место. Место было построено таким образом – сама природа построила ландшафт этого места, Бородино и окрестности, что французы не могли применить свой любимый прием. Наполеон любил окружать противника и замыкать его в клещи. А здесь невозможно было. С одной стороны речка, с другой стороны болото. С третьей стороны там поставили конницу Платова. Таким образом, еще до боя Кутузов вынудил Наполеона наступать в лоб на русские позиции и нести, конечно, при этом большие потери и рисковать вообще не добиться своей цели. Битва эта закончилась в ничью. Наполеон сообщил в Париж о том, что он победил. Кутузов сообщил Александру, что мы победили. Александр приказал тут же дать ему орден Святого Георгия в высшей степени. Потом выяснилось, что продолжается отступление. Ну и тут уже начались конфликты, конечно. Но в целом, когда русская армия вышла из Москвы по Рязанской дороге, то вот здесь Кутузов предпринял еще один действительно гениальный ход. Тарутинский маневр. Когда он свернул с Рязанской дороги и проселочными дорогами пошел на Старую Калужскую дорогу, встал в районе Тарутина. Лагерь в районе Тарутина. Это была выгоднейшая позиция. Потому что Кутузов, как хороший шахматист, он просчитал дальнейшие действия Наполеона. Он понимал, что Наполеону в Москве делать нечего. Он не может здесь оставаться. Значит, ему надо куда-то идти. Но идти куда? На Петербург невозможно. Он окажется между двух армией. Одна спереди, другая сзади. На восток, в Сибирь, бессмысленно. Оставалось только либо уходить обратно по Смоленской дороге, по которой они пришли, но там все разорено. Либо, значит, пробиваться на Украину с тем, чтобы там перезимовать и на следующее лето начать вторую кампанию в России. И вот именно этот вариант, калужский вариант, Кутузов и пресек Тарутинским маневром, поставив войска там, где Наполеон должен был бы пройти, на юго-запад. После нескольких дней боев за Малый Ярославец, Наполеон понял, что здесь он не пройдет. Что Кутузов разгадал его, так сказать, замыслы. И Наполеон приказал своим войскам отходить по старой Смоленской дороге, побыстрее уносить ноги, так сказать, из России. И сам поехал в Париж, чтобы набирать новые войска. Когда русская армия дошла до границы, Кутузов говорил Александру, что нам не нужно ходить на запад. Пусть они сами там воюют со своим Наполеоном, нам только лучше будет, если они будут между собой бороться. Но у Александра уже появилось новое настроение. Он почувствовал себя победителем. И более того, он почувствовал себя освободителем Европы от наполеоновской диктатуры. Он почувствовал себя божьим избранником. В нем всегда была какая-то религиозность своеобразная. И вот здесь, когда он увидел, что вся Европа перед ним лежит, так сказать, на коленях стоит, он почувствовал, что он призван для того, чтобы победить Наполеона. И он погнал русскую армию дальше на запад, через Германию, во Францию. И, наконец, в марте 1814 года, после тяжелых боев, конечно, после Лейпцига, после Дрездена, но наша армия вошла в Париж. Наполеон отрекся от престола. Александр был на коне, и это была вершина его славы. Но дальше начинается тягостная дипломатическая борьба. Послевоенное устройство Европы решалось на Венском конгрессе. Венский конгресс в конечном счете принял такие решения, которые отстаивал Александр. И здесь он столкнулся с сильнейшими дипломатами Европы. Но он победил. По сути дела, мы получили то, что хотели. Мы получили Польшу. Царство Польское, которое создавал, как Варшавское герцогство, еще Наполеон, Царство Польское вошло в состав России. Для нас Польша была щитом от нападений Запада. Нам не нужна была Польша как таковая. Но стратегическое положение Польши было таково, что либо она принадлежит нам, либо она принадлежит нашим врагам, нашим противникам геополитическим, как сейчас говорят. Так что Венский конгресс – это был, в общем, успех. И он здесь сумел обыграть даже такого изощренного дипломата, как Толеран. Причем интересно, что Александр I настаивал на том, чтобы во Франции была республика. Но Толеран сумел повернуть дело так, что там восстановили монархию. Ну и потом Франция пошла своим историческим путем. А у Александра появилась новая идея. Он почувствовал, что его призвание, какое-то призвание небесное, состоит в том, чтобы избавить Европу от возможности повторения наполеоновской, так сказать, эпопеи. И вот уже после Венского конгресса он разослал всем державам-победительницам такой меморандум. Он предлагал им создать Священный Союз. То есть договориться о взаимопомощи на случай каких-то новых революционных движений. Главная идея Священного Союза состояла, по мысли Александра, в том, чтобы предотвратить возможные революции и все, что связано с ними в масштабах всей Европы. Участники Священного Союза время от времени собирались на конгрессы. На этих конгрессах обсуждались какие-то спорные вопросы, какие-то острые вопросы европейской политики. И главная задача состояла в том, чтобы поддерживать тех монархов, тех правителей, которые занимают свой трон. И, собственно говоря, это все делалось для того, чтобы не допустить дальнейшего развития революционных идей, которые на опыте наполеоновской Франции воспринимались как предисловие к установлению диктатуры. Ведь Наполеон вырос из французской революции. И вот чтобы не произошло повторно такой же ситуации, чтобы не заставить Европу опять терять тысячи и тысячи людей в военных конфликтах, нужно было создать вот такую вот организацию, которую, может быть, можно было бы назвать международной организацией. Идея сама по себе была неплохая, но дело в том, что очень быстро оказалось, что противоречия между участниками этого Священного Союза непримиримы. Ну, во-первых, Англия с самого начала отказалась вообще участвовать, сказала, что это вам нужно, нас это не касается. Франция, Россия, Австрия, Пруссия. Вот, собственно говоря, участники Священного Союза. Австрия имела противоречие с Россией на Балканах. Это вечная история. Ну, и, в общем-то, здесь еще возникла такая спорная тема. Хорошо, значит, если в Европе вспыхивают революции, Священный Союз помогает их подавить. Это действительно предпринимали такие действия. Австрия подавила восстание в Италии. Затем та же Австрия подавляла восстание в Венгрии. То есть это работало до середины 19 века. Но для России здесь был один тяжелый вопрос. Вопрос состоял в том, что не вполне понимали, как относиться к борьбе внутри Османской империи. А если внутри Османской империи вспыхивает восстание, скажем, греков? Рассматривать его как революцию, и тогда никакой помощи, наоборот, мы должны помогать Османской империи подавить эту революцию как можно быстрее. Или, если его не рассматривать как революцию, то кому делать исключение, а кому не делать исключение. То есть идея Священного Союза оказалась очень трудной для фактического применения. Но, тем не менее, Александр старался до последнего держаться этих принципов. Он ездил на все эти конгрессы. Он готов был посылать русские войска, если в этом была необходимость. Но, к счастью, в этот период русские войска не нужны были для того, чтобы в Европе совершать такую вот жандармскую функцию. Новые идеи и попытки нового государственного устройства наблюдались в это время не только в европейских странах, но и в самой России. В самой России под влиянием зарубежных походов русской армии возникает движение декабристов. Молодые офицеры, которые видели, как живет Европа, какими принципами она руководствуется, они мечтали о том, чтобы сделать нашу политическую систему более гуманной, чтобы Россия была республикой, чтобы Россия могла участвовать наряду с другими странами в каких-то гуманистических методах управления. И вот эти идеи возникают, и первые декабристские организации, по сути дела, выросли из наполеоновских войн, из зарубежных походов русской армии. Конечно, Александр через свою полицию, через своих доброжелателей, он прекрасно знал о том, что уже начиная примерно с 15-го года возникают тайные общества, в которых молодые офицеры мечтают о демократии, мечтают о либеральном устройстве России. Для декабристов особенно ударом было то, что Александр дал Конституцию Польше. И это стало стимулом для новых поисков либеральных правлений для России. Как? У Польши есть Конституция, у Польши есть СЕИМ, то есть парламент, а у нас нет ни того, ни другого. Почему? Ну и вот, в конце концов, Александру, конечно, стали докладывать о том, что существуют такие организации, что это может плохо кончиться. Но Александр с таким великолепным, снисходительным тоном сказал, что не мне их судить, имея в виду, что такие же либеральные идеи когда-то он и сам пытался провести в жизни в начале своего царствования. В истории Александра много недосказанного, но если попытаться подвести общий итог его правления, то этот итог можно провести в двух словах. Это был Александр благословенный. Это имя ему дала история, и в этом имени ключ к пониманию всего его царствования. КОНЕЦ